Ну, добавят ему за убийство сколько-то еще. Что это поменяет? Вообще смущает призыв бывших заключенных поступать на работу в Росгвардию. Ворам нужно отжать. Я не отжимаю. Здравствуйте. В последнее время мы реже стали говорить о так называемой тюремной мобилизации на войну России против Украины. Во-первых, потому что главный бенефициар, основатель ЧВК Вагнер Пригожин уже никого не потревожит призывами пополнить обозы минного мяса. Во-вторых, потому что вторая волна мобилизации предсказывается только на весну будущего года. И, в-третьих, с момента гибели Пригожина активным рекрутингом российских сидельцев занимается Министерство обороны и аффилированные с ним частные военные компании. Соответственно, на всем, на что накладывает руку государство, значится гриф «Секретно». Да, некоторое время назад был великий соблазн думать, что рано или поздно желающие заполучить волю ЗК закончатся. По данным ресурса «ГУЛАГу нет» с начала полномасштабного вторжения в Украину и из российских тюрем на фронт было отправлено более 100 тысяч человек. Глава издания Владимир Осечкин тогда ссылался на информацию источника из ФСИН. В конце мая этого года Пригожин заявлял, что в составе его ЧВК боюют около 50 тысяч заключенных, при этом 10 тысяч признаны погибшими. Основные потери пришлись на бои при взятии Бахмута. Интересное исследование приводит Нью-Йорк Таймс, получившее сведения о 197 сидельцах челябинской колонии ИК-16. Проследив судьбу 172 человек, проанализировав их в соцсети, приговоры судов и базу данных погибших, издание составило среднестатистический портрет заключенных. Большинство были осуждены за распространение наркотиков, треть получили сроки за убийство. Средний возраст – 33 года. Большинство родом из небольших городов и деревень. В основном им оставалось сидеть еще пять лет, некоторые уехали на фронт за считанные месяцы до выхода на свободу. Мотивация УЗК разная – от желания выйти на волю досрочно до патриотических соображений. Большинство, конечно, отправилось за деньгами. Из 172 человек многие получили серьезные ранения, лишившись частей тела, а примерно четверть стали двухсотыми. В нашем случае цифры, которые, разумеется, требуют уточнения, всего лишь иллюстрация к многовековой истории сращивания власти и криминала, фоном для которого нередко служили воины. Не буду останавливаться на этимологии выражения «вор в законе», восходящему к эвриту, иезуитскому ордену или польским шляхтичам на службе у Российской империи. Само слово «закон» означало не некий кодекс поведения, а общность, группу людей, орден, члены которого порывали со всем остальным миром. Так, например, вор не мог жениться, не мог в том или ином виде сотрудничать с государством. Он обязан был не освобождаться из тюрьмы, а бежать. Условием пребывания в ордене считалось и место рождения – тюрьма. Вор не мог владеть имуществом или заниматься коммерцией. Правозащитник Александр Черкасов напоминает, что только в конце 80-х годов прошлого века на сходке воров цеховикам позволили влиться в преступный мир, открыв тем самым возможность заниматься подпольным предпринимательством. В известном смысле это породило конкуренцию, когда члены воровского ордена проверяют друг друга на соответствие правилам в условиях сурового естественного отбора и на воле, и тем более в зоне. Возьмите, например, чудесный диалог из рассказа Фрида и Дунского «Лучший из них», где на пересылке молодые воры чем занимаются? Ищут они солдатскую причину кого-то приземлить. В упомянутом рассказе такой причиной было то, что старый вор Борода на строительстве Беломорско-Балтийского канала был среди взрывников, а стало быть, пользовался доверием у начальства. И никакие аргументы, что вся воровская братья возле склада взрывчатых веществ не сработали. А уж пойти на службу государству, пойти в армию, стать частью государственной машины, это было серьезным нарушением от того самого воровского закона, существовавшего со времен Российской империи, ну и до войны. Но Вторая мировая война существенно изменила условия. После ее окончания в лагеря стали возвращаться участники боев из числа заключенных, которые совершили преступления уже в мирное время. Все, кто не хотел сотрудничать с властью и во время войны оставался в лагерях, принимали возвращенцев крайне враждебно. И, разумеется, тут же подшедшие предъявы, что ты нарушил, ты все, они вызвали так называемую сучью войну. Сучины, то есть пошедшие на сотрудничество с властью, это же реальные, не ветераны даже, а фронтовики. Те из них, кто прошел штрафбаты, это люди с опытом рукопашного боя. С ними лучше было бы не встречаться лишний раз. И пошла резня. Собственно, смертная казнь, отмененная в Советском Союзе в 1948 году, была возвращена вовсе не по тем резонам, которые описывает в своем романе «В круге первом» Александр Исаевич Солженицын. Там у него какие-то внутренние размышления товарища Сталина. Ну, да, это художественная правда. А правда факта состоит в том, что смертная казнь была возвращена по настоятельным просьбам, требованиям, мольбам гулаговского начальства. Представьте себе человека, за которым сыровку тянется 25 лет с прицепом. Вот такого урку или суку, который прирезал оппонента. Ну, добавит ему за убийство сколько-то еще. Что это поменяет? А угроза смертной казни – это был способ хоть как-то навести закон в этом беспределе. Так было в 40-х послевоенных годах. Но что теперь? Как тюремная мобилизация повлияла или еще повлияет на криминальный мир России? Если во время войны власть считает заключенных ценным ресурсом, который, впрочем, не жалко тратить, то чем может ответить блатной мир? Захочет ли он с благодарностью принять жест того же Министерства обороны в качестве билета на волю? Юрист и писатель Алексей Федяров напоминают, что криминальный мир отнюдь не так един. Напротив, это страта противодействующих друг другу группировок. Поэтому романтизировать бандитскую скрепность совсем неуместно. Но сказать, что что-то поменялось в взаимоотношениях после – нет. Это не так. Как раз-таки воспользовались тем, что отношения поменялись с властью до того. И поэтому, если мы берем 50-е годы, там была жесткая установка воровская погона не надевать. И исключением было категорическим, просто по каким-то личным мотивам кто-то мог уйти. И его могли простить это, принять это, сказать, что да, можно было тебе пойти. И была жесточайшая установка – погоны не надевать, оружие не брать. Но оружие имеется в виду именно солдатского, боевого. И понятно, что потом были установки воров отстаивать эту позицию. Сейчас этого нет абсолютно. Установок не было. Вначале люди поколебались, когда собирались уходить. Первые группы набирались не так легко. Все ждали какой-то там общей установки воровской. Ее не случилось. Ни сходки по этому поводу не случилось. Ни какой-то малявы, ни какого-то прогона воровского не случилось в зоне. Поэтому народ поколебался, поколебался и пошел. Вот и все. То есть, если бы явным образом прошло указание верхушки криминального мира, верхушки тех, кто живет по понятиям, что нельзя идти, нельзя вербоваться на войну. Другое дело. Между тем, за последние полтора, уже скоро два года таких историй я не помню. Следовательно, те, кто пошел воевать, чтобы освободиться, они не нарушили никаких правил. О роли криминальных авторитетов в вербовке заключенных на войну данные разнятся. Руководитель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова утверждает, что еще год назад в российские тюрьмы проникло указание, то есть прогон вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, поддержавшего тюремную мобилизацию. Частью сделки якобы с властями стало досрочное освобождение соратников Шакро Молодого, при том, что сам авторитет по-прежнему отбывает срок по делу о вымогательстве. И если до прогона Шакро Молодого какие-то возникали люди, выдающие себя за законников, за воров в законе и не поддерживали вербовку заключенных, то после его прогона ничего подобного не было. Собственно, на этом история и закончилась. Но, собственно, об этом можно много говорить, о причинах всего этого. Но причины, прежде всего, связаны со сращиванием сращиванием власти и криминала, которое происходит везде, и на свободе, и особенно в местах лишения свободы. Но раз не было четкого обозначения правил поведения заключенных во время Пригожинской мобилизации, то и оснований для современной сучьей войны будто бы и нет. Тем не менее, никто не станет отрицать, что немалая часть ЗК, получившая военный опыт, захочет заявить о себе и в мирной жизни. Война в той или иной степени переформатировала и криминальный мир, сделав народными героями не воров в законе, а помилованных Путиным убийц и насильников. В смысле понятий, как мы видим здесь, ничего особо не нарушено. По крайней мере, мы не видели никаких явно выраженных лидерами этого сообщества новых правил, официально объявленных, как сообщение ТАСС, то есть через воровскую прогулку. А вот среда, как совокупность людей, да, очень многие воспользовались возможностью отчасти иллюзорной освободиться, потому что не сахар в жизни в российской зоне. государство, похоже, это отчасти использовало как способ социальной чистки. В том же 37-м году по основному, главному, самому массовому оперативному приказу 20447, по которому половина примерно народа была расстреляна в большой террор. Одной из категорий, подлежавших уничтожению, просто по данным оперативного учета, были принадлежавшие к преступному миру. Такой способ сталинской социальной чистки. Если вспомнить тот же рассказ Фрида Идунского, там главный герой вспоминает, как рвы за бутыркой были завалены воровскими телами, как их казнили по беспределу за белые руки, за ржавые фиксы. Сейчас социальная чистка получилась иная. Через вагнеровские подразделения, где вероятность погибнуть была очень велика. Другое дело, что каждый верит в свой фарт, особенно принадлежащий к этому сообществу. И фартовые надеялись улучшить. Но так совсем не обязательно эти фартовые, они в законе. Это другое, это касается всего общества, а не только криминального мира, потому что возвращаются на волю, прежде всего на волю, потому что они искупили кровью и не в зоне, а на воле они могут продолжать, потому что все обнулилось. И тут не нужно говорить о воровских законах, не нужно говорить о воровском законе, об этом ордене. Здесь речь идет о том, что эти убийцы ходят по тем же улицам. На эскалаторе метро можно было встретить Игоря Стрелкова, который отнюдь не представитель преступного мира. он руководил похищениями, пытками, убийствами, исчезновениями людей, как офицер ФСБ. И если у нас к преступникам в форме добавятся те, кто до этого носил черную форму зэков, что это изменит? Ну да, брали прицельно людей с опытом жестокого насилия. Но мы уже давно живем в стране, где любые с опытом жестокого насилия, они не изгои, а наоборот элита. Почему вы считаете, что власть использует криминальный мир? Почему вы думаете, что не наоборот? Почему вы не думаете, что это по целому сросшийся конгломерат? Понимаете? Вот это вот уберите вообще своих размышлений. Не то время, когда говорят, что власть используется, власть делает прогиб, власть там выиграет. Нет, все, пошло, идет сейчас взаимодействие нескольких равных, наверное, даже местами поселия рычагов воздействия. Вы посмотрите на какую-то дичайшую коррупцию Министерства обороны. Кстати, не только у нас, то же самое Министерство обороны Украины, насколько я знаю, по отзыву моих друзей, близких, которые там живут, общаются. Вы же понимаете, что связи же у многих не утеряны абсолютно. И понимаете, что какое-то постсоветское пространство, оно пронизано коррупцией, особенно в том, где большие бюджеты. Где сам большой бюджет? Министерство обороны. Поэтому говорить, что кто-то кого-то там использует, да нет, это такой сложился симбиоз. И причем сейчас он причудлив, этот симбиоз, потому что вроде бы идет конфликт, но и с той стороны примерно та же самая ситуация. И вот этот симбиоз, он вливается с противоборствующей стороной, и возможность что-то отжать, именно так вот криминально термина выразимся, он перебивает все национальные, патриотические, государственные интересы. Люди начинают отжимать. Просто там, где отжимали одни, потом отжимали другие, начинают отжимать все вместе, потому что если всем хватит, то что воевать-то? Ворам, о чем воевать? Ворам нужно отжать. И они отжимают. Получается, что Пригожинский военный призыв не смог расколоть криминальное сообщество по аналогии с сучей войной сороковых годов. Ольга Романова уверена, что эта история не повторится. Но мы дошли до того, что никого не смущает, вообще не смущает призыв бывших заключенных поступать на работу в Росгвардию, потому что я напомню, что ЧВК Вагнер как таковой, как таковая ЧВК Вагнера влилась именно в Росгвардию. И сын Пригожина Павел, собственно, его наследник, он именно влился в Росгвардию. Это 116-й батальон, он так называется, собственно, Росгвардия, которая орудует на оккупированных территориях. Именно туда приглашаются бывшие уголовники, бывшие преступники, отвоевавшие в Украине и те, которые не нашли себя на свободе и те, которые хотели бы дальше оставаться с Вагнером. Вагнер именно стал частью, извините, если уж мы говорим о сучных войнах, тогда мы должны говорить, стал частью ментов. И никого это не удивило. Но выходит, что благодаря зэковскому ресурсу, задействованному в армии, криминальный мир повышает ставки в союзе с властью. До какого-то времени считалось, что авторитеты могут влиять на масштабы вербовки, ставя ее в зависимость от их осуждения или, наоборот, поощрения тюремного призыва. Однако Алексей Федяров убежден, что рычагов давления на администрации тюрем в этом вопросе у воров нет. Инструмент в разговоре, да, появляется дополнительный, какой-то определенный. Но в играх вот именно вот этих власть всегда побеждает. Воровской мир, блатной мир брал всегда незыблемостью понятий. То есть понятия... Люди почему шли вообще в понятия? И почему шли стремиться в блатные? Именно так шли стремиться, потому что стремяга – это отдельный термин. Стремяга – это тот, кто стремится стать каким-то серьезным блатным. Стремяги, бродяги – это вот все элементы блатного мира. Низовая основа блатного мира – это стремяги и бродяги. И ушли туда от непонятности и многофакторности, необъяснимости законов власти. Что власть, потому что это какой-то бюрократический огромный винегрет. А понятия всегда были одни. И если нельзя делать это, то все знают, что этого делать нельзя. И ты идешь и разговариваешь, и ты идешь и беседуешь к старшим. Если даже в отношении тебя что-то происходит, ты идешь к смотрящему. И смотрящий принимает решение, как арбитр, он берет от себя это все. А тут раз и случилась ситуация, что понятия нет в этом моменте, не сработали. И отшептать их обратно и сказать, что а теперь они будут работать невозможно. Так произошло, например, с насильниками, с теми, кто совершает преступления насильственного характера в отношении даже несовершеннолетних. Раньше это безусловно была постановка под вопрос как минимум при входе в СИЗО. То есть у тебя какая статья? Ну вот если по советскому кодексу 117, так, сразу под вопрос. А потом уже решает по личности. Если там малолетка какая-то, 15-16 лет, то человека опускали. Это с вероятностью 99%. Потом потихоньку вот эти вот насильники 131, 132 стали вливаться в общую власть. Стали пропускать, стали пропускать. Ну в основном это тоже, ну во многом это из-за действий самой же власти, потому что люди читают переговоры и видят, что это абсолютный наговор и пропускают человека. И ты уже обратно не поставишь это. Если наркоман раньше всегда автоматически считался потребитель, наркопотребитель, который в любом случае там называется нарик, наркош, наркоман, всегда автоматически падал куда-то в низовую часть воровского мира. Сейчас их на зонах почти две трети. И поэтому они абсолютно нормально ходят в общую массу. И то, что ты там ширялся, сидел на системе, это абсолютно не делает тебя изгоем. Получается, что либо промолчавшие, либо согласившиеся на сделку с властями авторитеты сами накинули удавку на свои живоровские понятия. Сработал главный тезис «свобода лучше не свободы». И зэки пошли на войну в прямом смысле за свою свободу. Большинство остались или еще останутся в украинской земле, но их именами называют школьные классы, на их могилах в почетных караулах стоят юно-армейцы. Их заковыченные ВСУ подвиги романтизируются в пропагандистской прессе, а Путин дарует реабилитацию отъявленным негодяям, искупившим вину кровью украинских граждан. Власть беззастенчиво дает понять, что криминальный мир – это часть ее самой, и что резистентность этого мира явлена в тысячах архетипов войны. Жесткого простояния быть не могло. Собственно, почему? Потому что неизвестно, или я об этом не думала, совпало это или не совпало, но именно в Путинское правление у нас исчезли черные и красные зоны как таковые. Появились зеленые зоны, и эта история с этим связанная. Собственно, почему они исчезли? Потому что в СИН система закрытая, система тяжелая, пыточная, закрытая, очень коррумпированная, коррупционная, коррумпированная. Там в общем доходы все получаются в основном нелегально. И это два главных вида дохода. Это доходы от промки, от эксплуатации заключенных, которых устраивает по 10 человек на одну ставку в три смены без отпусков и без выходных, и это торговля условно-досточным освобождением. Ну, плюс вообще поборы разнообразные с родственников строительства бараков и прочее, прочее. То, на что на самом деле даются бюджетные деньги, но на самом деле ремонтируются за счет родственников, то деньги разворовываются. И это все, конечно, огромный повод для жалоб. Вот в средней зоне полторы тысячи человек. И как сделать так, чтобы никто не жаловался? Потому что жалобы это всегда проверки. Прокурорские проверки, высшестоящие проверки, они, конечно, проходят проверки, но тогда пропадает смысл зарабатывать. Ведь если с проверкой надо делиться и отдавать ей большую долю, то тогда в чем смысл? В общем, важно сделать так, чтобы заключенные не жаловались. Полторы тысячи человек. Вот при таком подходе, при поборах, при пытках, при гравском труде, как сделать так, чтобы они не жаловались? Надо подключать Бладкомитет. Зонский Бладкомитет, смотрящий, договариваться с ними, к ним приходят начальники, и говорит дорогой Бладкомитет. Ты можешь сделать так, чтобы никто не жаловался? Конечно, конечно можно. Пожалуйста, никто не жалуется, а что мне за это будет? Тебе за это будет поступление в общак, пронос наркотиков, мобильная связь, может быть, совместный бизнес, например, колл-центры. Пожалуйста. И это длится уже 20 лет, сращивание воровского и ментовского. Но ведь это происходит везде, на всех уровнях. Пожалуйста, сращивание Пригожина и Путина. Классический пример. И это происходит на всех уровнях. Сращивание Шакро Молодого с администратом комитетом. Сращивание. Если раньше Пригубянатор был всегда умный еврей, то теперь Пригубянатор всегда есть такой человек, которого сейчас трудно назвать уже, так сказать, смотрящим, но по крайней мере авторитетный предприниматель есть всегда при любом Губернаторе. Это произошло везде. Криминальный мир высшие округи давно живут с четким пониманием того, что они являются серьезными субъектами, а не просто какими-то объектами, перед которыми можно прогибаться в системе координат власти. Абсолютно нет. Все же прекрасно понимают, все знают биографии каждого из каких-то больших влиятельных людей. Все знают, до каких высот поднимаются определенные воры в законе, которые в принципе не должны бизнесом заниматься либо участвовать в государственном устройстве. И все видят, где они и как они принимают решение, на кого они влияют и кто к ним приезжает поздравлять их например с днем рождения. Понимаете? Это же притча выездов. Поэтому с этой оценкой опоздали. Но это характерно для так называемых высших сфер. А что ждет обычного смертного языка, отвоевавшего отвоевавшего где-нибудь под Бахмутом или Авдеевкой, вернувшегося в Россию и не нашедшего ничего лучше, как снова сесть в тюрьму? Он мгновенно попадает в новый оборот. Это уже всем известный трюк. То есть, если ты отвоевал, ты на свободе опять совершил преступление, а уже половина где-то совершил преступление, попал назад в СИЗО, тебя тоже вербуют из СИЗО назад. Ты не успеваешь отсидеть. Ты не успеваешь вообще даже приговор получить. Ты снова уходишь на войну к своим же. Какое может быть отношение? Но самое главное, на свободе тоже делать нечего. А здесь они хотя бы понимают, куда стрелять. Но сейчас время представителей высшей касты криминального мира. Все предшествовавшие войне годы, а потом и сама война, как полагает Алексей Федяров, свели к нулю иммунную систему страны, которая ни шатка, ни валка, но все же противостояла преступному сообществу хотя бы на нижних ступенях иерархии. У них просто зеленый свет. Правоохранительные органы заняты. Уголовного розыска практически нет. Сейчас новые территории, для них это новые территории. Все лезут туда, сейчас идут разборки с остатками украинской мафии, ну как с остатками, там очень серьезные позиции у украинцев на тех территориях. Власти украинской там не осталось, но мафия украинская осталась, она никуда не ушла, она там. И сейчас идут там войны, а то, что-то доказывать этому государству, а что доказывать, здесь кому что доказывать, у них все нормально с этим государством. Но не получается ли так, что Россия подходит к новому режиму существования, когда получивший кровавую дозу войны криминальный мир обретет еще больший вес? Это касается в том числе и политического режима существования, поскольку, как отмечено нашими собеседниками выше, российская преступность и российская власть питаются из одной кормушки, только в разных пропорциях. Вряд ли воры в законе или какие-то их ставленники захотят возглавить Кремль или ключевые государственные ведомства, но побороться за статус бюджета образующей структуры вполне могли бы, особенно, когда сбоит оберегающая власть система свой-чужой. Почему мы здесь концентрируемся на заключенных? Нынешняя ситуация, когда Путину парадоксальным образом удалось решить две проблемы, с которыми мало что делалось в предыдущие пару десятилетий. Проблема регионального и проблема социального через войну. В каком-нибудь небольшом северском городке у молодого человека было, пожалуй, три возможных пути, три опции. Пойти охранять зону, сесть в эту зону, или пойти завербоваться по контракту мотострелкового бригады, которая там находится. Теперь все поменялось. Им война дает не идти шанс оторваться от дна. Не говоря уже о том, что вдруг заработали военные производства, которые раньше были в загоне, и те заводы, которые стояли и ничего не делали, теперь требуют рабочих рук. Вот эти люди, а отнюдь не только представители криминального мира, теперь очищенные и вернувшиеся в социум, а гораздо больший слой теперь может стать и становится очевидно базой опорой нового режима, который в перспективе может сильно отличаться от того, к чему мы привыкли раньше. Вот эта экономика, которую правильнее было бы называть некрономикой, когда смерть дает больше, чем жизнь, вот это в гораздо большей степени работает на трансформацию российского общества. Если ставить себя на место государства, то есть абстрагироваться от личностей, от каких-то наших установок мировоззренческих, представьте себе, что вы это государство, вот вы, Андрей, это государство, и вы понимаете, что у вас за год самая эффективная мобилизация эта зона, что будет делать? Вы сейчас просто заполните еще раз эту кормушку резервуара и все. Ну вот, кстати, сериал последний, шумевший это слово пацана, задача прекрасно выполнить за годик-полтора полностью. Это очень опасно для страны, это очень опасно для населения и абсолютно не опасно для власти, поскольку она, собственно, суть и есть этого всего. Недаром говорят про бафиозное государство, недаром Путин с самого начала применял блатную лексику, и это считается совершенно нормальным. Он такой, да, он мелкий дворовый пацан, и собственно таким и остался. И здесь он очень хорошо знает законы блатные, очень хорошо знает. Недаром же именно Пригожин, собственно, почему он поднялся, он всегда гарантировал безопасность и устраивал у себя в ресторане старой таможни встречи питерской мэрии с дневной власти, с тамбовскими, кумаринскими и так далее. Это всегда были встречи, переговоры на равном уровне, про ночная власть, дневная власть, собственно, больше ничего. Россия такая тюремно-центричная страна, и пока здесь ничего не поменялось, что Путин и его команда, что собственно большинство властных даже так сказать технарей губернаторов они все прекрасно понимают, как устроена жизнь, как устроен мир. Собственно, все в России понимают. В стране, где любая учительница в младших классах может продолжить песню Владимирские Централы, ветер собственно какой, все знают какой ветер. Мы же не удивляемся никогда, когда слышим, когда кто-нибудь говорит, что ну вот там Пахан про Путина, да, никто не переспрашивает, что это ты так это говоришь-то. Понятно, да, вот, да. Предположим, сучья война современной России не грозит, отчасти потому, что этого не хотят в криминальном мире. Предположим, власть сознательно рисует образ зэка-воина, зэка-освободителя, зэка-неофита русского мира. Но тогда всяким шакро молодым и прочим членам ордена стоит признать разгул анархии внутри иерархии и некогда стоявшие на уложениях о непричастности к любым государственным институтам от рождения и до конца жизни. Если учесть, что война доставит в тюрьмы новое молодое пополнение, утратившим чутью авторитетом, впору подумать о собственной судьбе. Это будет качественно другая сучья война, но уже без войны. Если вы смотрите нас в ютюбе, поставьте лайк этому видео, придумайте комментарии и подпишитесь на канал «Настоящее время». И пусть у вас все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова